В каждом селе Нинецкого округа необходимо сформировать пожарные дружины. Об этом заявил губернатор Игорь Кошин в ходе расширенного еженедельного совещания. Причина скорейшего создания добровольной дружины – пожар с погибшим в Индиге и возгорание травы в двух муниципалитетах. Новости из Тиманского сельсовета за прошедшую неделю неутешительные. В пожаре сгорел один человек. В тушении жилого дома принимал участие глава Тиманского сельсовета Олег Давыдов, о чём он сообщил главе региона на еженедельной планёрке. Игорь Кошин призвал руководителей муниципалитетов не участвовать в тушении пожаров лично, а создать эффективно действующую пожарную дружину. Руководитель муниципалитета должен приложить все усилия, чтобы с пожарным постом ещё была работающая эффективная пожарная дружина. Давайте, чтобы в сентябре у нас была пожарная дружина. Хорошо? Эффективно работающая. С открытием сезона пикников на Ринмарском лесу начался экологический мониторинг, который проводят сотрудники профильного департамента. В пятницу проводили совместный рейд, экологический рейд с прокуратурой. Было обнаружено, по выявлению несанкционированных словах, было обнаружено порядка 20 объектов. Хотелось бы отметить достаточно оперативное реагирование со стороны органов власти поселка Искатели и отсутствие такого со стороны города. Руководитель Наринмарского авиаотряда Валерий Остапчук сообщил о выполнении первого рейса по маршруту Наринмар-Усинск. Пока загрузка борта порядка 50%, но лётчики надеются на сезон отпусков. В регионе также продолжается работа по проверке организации на предмет постановки на налоговый учёт. По данным Межрайонной федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому округу, с начала года 39 юридических лиц зарегистрировали на территории региона 58 своих обособленных подразделений. Суммарная оценка налоговых поступлений о деятельности этих компаний составляет порядка 36 миллионов рублей. Средства поступят в окружной и областной бюджеты во втором полугодии.